Представили? Так, у меня презентация. Прошу включить. Презентация уже у нас. Пикер, он лево-право, это твои слайды. Это так. Маркесинг города. Так, вашему вниманию предлагается доклад по результатам следовательного и разработки маркесингополитики города Чпоксара. Я начну с теории, приведу практические примеры, а потом уже буду отвечать на вопросы и попробую. Начать. В начале 21 века вопрос городского развития тесно связан с образом города. Причина этого новая ступень развития общества, когда вопросы имиджа и бренда становятся факторами изменения реальности. Положительный образ города необходим для привлечения финансовых инвестиций, туристов и улучшения социального самочувствия жителей города. Именно маркетинг призван реализовывать идею позиционирования и последующего продвижения города на рынке территории. На слайдах 3 и 8 представлены 5 причин, раскрывающих необходимость разработки маркесинговой политики любого российского города, в том числе и нашего. Причин я не буду зачитывать. Здесь представлены успешные примеры брендов, как зарубежных, так и отечественных. То есть это то, что касается Чувашия, как все это было лет 50-60 назад и что мы имеем сейчас. То есть работа в мире и в России также ведется. Про эти пределы нужно судить. Сама частота обращения региона к маркетингу говорит о том, что общество не может так массово ошибаться. Есть смысл заняться этой работой и не хочется, конечно же, быть последним. Так как про второго, как вы все знаете, гораздо полностью хуже, чем про первого. Но у нас, я думаю, есть еще шансы занять какие-то определенные позиции в конкурентной борьбе. Есть это время, конечно, не тратить зря и не заниматься, грубо говоря, платологией. В настоящее время изменились сами условия и повысилась требовательность спроса к тем платам, которые город предоставляет своим клиентам, жителям и бизнесам. То есть нам уже становится не все равно. Идеология, которая еще лет 50, ой, лет 20 назад действовала практически без отказа в любом из наших российских регионов и воплощалась в слогане «а нам все равно» и так пойдет, сейчас уже не действует. Новые условия диктуют новые правила игры. А вступление России в ВТО все-таки должно подстегнуть наше желание, выглядеть достойно. Однако необходимо отметить, что при разработке бренда города необходимо учитывать интересы целевых групп маркетинга территории. Эти группы представлены на слайде 9. И прежде всего нужно учитывать мнение жителей города, любящих его, но необходимо, чтобы город любил своих жителей. Это должно отражаться в качестве услуг для граждан. В чем же заключается эффект маркетинга? Конечно же, в видимых количественных показателях, таких как прирост бюджета, налогооблагаемая база, инвестиции, объемы в продаж. Но необходимо отметить, что человеку принципиально важны не только экономическое благосостояние, но и субъективное отношение. Проще говоря, нравится или не нравится, хороший или плохой, хочется ли работать и умереть в этом городе, либо нет. И все это воплощается в такое понятие, как качество жизни. И именно для этого и существует маркетинг территория. Для маркетинга важен не сам бренд, а слоган, логотип, но прежде всего важен сам товар, что собственно может территория предложить своим потребителям. Информация на слайдерах показывает особенности развития регионального маркетинга в России. С 2008 года в России пошел практически бум заказов на маркетинговую работу. Толчок этому движению дали федеральные власти, обязав все регионы подготовить стратегию развития до 2020 года. Но наступил кризис, и вроде бы бум пошел на луку. Но ждать пришлось недолго. И уже с 2010 года, когда бизнесы граждан почувствовали, что это преодолимо, пошла вторая волна интересов маркетинга. И накатилась даже до нашего города. Изменения представлены на слайде. На слайде. То есть нужно убедиться, как меняется герб, почему это все приводит. Так, например, в настоящее время туристические бренды словом «Чувашия сердцеблоги» уже сейчас широко известны на туристическом рынке. По данным названиям, в третий год активно продвигаться интернет-портал. И в целях акцентирования внимания потребителям товаров известного производства разработан логотип «Покупать Чувашская». А этот логотип, наверное, все видели в торговых сетях. Конечно, критиковали многие блогеры. Но ничего страшного, это как бы первые попытки. Я к ним не имею, к сожалению или к счастью, никакого отношения. Так, и вот уже на протяжении года идет работа по разработке проекта «Концепция». Целевая комплексная маркетинговая программа «Политика города Чебоксары», где разработчиком выступает сам глава города Чехия, Сустрянник Ильич, и группа научных сотрудников. Все на общественных началах, как бы без прикрепления к администрации пока. Резюме концепции, ее паспорт представлено на слайдах. Главная цель концепции – это улучшение имиджа города, формирование привлекательного бренда территории в условиях эффективного диалога представителей общественности и бизнеса. Действующие маркетинговые стратегии и самые инструментарии, которые имеют отражение в разноватом проекте, представлены на слайдах. Данный проект носит ярко выраженный именно гражданский характер и подразумевает участие носителей различных интересов городского сообщества как патриоты своей малой родины. Я призываю всех граждан города Чебоксары присоединиться к нашему проекту «Бренд города – дело горожан» в рамках разработанной концепции. Вместе мы можем попытаться сделать наш город лучше. Может быть, он станет более инвестиционно привлекательным. Я надеюсь на это. В связи с этим, я предлагаю не откладывать дело в долгий ящик, а ответить на вопрос анкеты. Анкеты я раздала. Может быть, некоторые не хватит, здесь еще лежат. Если есть добровольство, заполняйте. Буду только рада. И я надеюсь, что на следующей встрече я смогу уже вам представить результат анкетирования. И в заключение, конечно, хотелось бы добавить, что разработка конкурса маркетинговой политики – это, конечно, длительный, сложный противоречивый процесс. Но, надеюсь, благодаря вам, если вы активно приняете участие в этом процессе, мы что-то сможем изменить. Потому что администрация, она готова идти на встречу нам. Вы можете принять участие как в блогах, так же и свои какие-то советы, предложения вынести на всеобщее обозрение. То есть, чтобы не было закрыто, я приводила это, например, на встречу 30 сентября у Бабы города. То есть, многие проекты, например, по возведению памятника Андрея Николаева, а также по разработке логотипа, который представлен на торговых сетях, все проводится как бы скрыто. И многие недовольны остаются. И поэтому сейчас я призываю всех вас откликнуть. Надеюсь, что получится какой-то результат. И теперь я готова к ответу. Спасибо.